друзья всем огромный привет это новый выпуск красно-белого дайджеста и как обычно мы всем привет сегодня расскажем о событиях которые произошли с красно белым фанатизмом и нашей любимой трибуны трибуны погнали ведь вернулись рамы вчера поздно ночью до сегодня уже снимаем для вас контент поэтому давай сразу за раминская давай самая атмосферная поездка за последнее время не считая волга конечно сто процентов расскажем по райминскому чуть позже ну да пройдемся по событиям которые были такие но громкие уже какие-то выпуски ребята видели уже давность на ютюбе давай погнали матч динамо выделим сразу да классная товар к мы с тобой во влоге обо всем рассказали поэтому кто еще не посмотрел по подсказке перейдите гляньте этот выпуск ну в двух словах давай еще раз уже класс классная шиза бодрый сектор шиза 90 минут вообще в принципе клубу за такую организацию на такого матча я считаю можно выделить респект очень все круто получилось отметились небольшим до перформансов поддержку команды с наставлением на данном наш сезон на будущее вот ну и опять же повторюсь ставим за матч хорошую твердую четверку ну закругляю эту историю что же выпуске все проговорили из таких плюсов до громкая классная шиза 80 процентов людей в красном на секторе что не может не радовать ну и в целом атмосфера того футбола по которому все соскучились по поводу соболева я знаю вы все напишите до сих пор в этом выпуске мы также про соболева расскажем но чуть позже поэтому за динамо всем респект а мы идем дальше по события таких уже перед тем как мы пойдем к равенскому это же фк с зенитом женщины играли это матче не было расскажи как там было и мы сейчас также покажем кто был на этих матчах напишите в комментариях вообще потом нашим каким-то моментом да по своим ощущениям нам будет интересно почитать ведь расскажи чтобы слушать до начала игры мы там пришли ну как всегда заранее до чтобы там все требуют поддержки вынести еще такие сначала смотрим дома блин а что людей на секторе как бы нету а того как оказалось что в сокольниках там проблемы были небольшие типы с транспортом и все прям подходили прям к самому самому началу суши сектор достаточно круто забился я считаю опять же все свои много новых людей и хорошо в принципе пошизили да там перекинулись бомжами зарядами против фана идея что могу сказать девчонки реально бились реально грызли за мяч по игре к ним никаких претензий нету даже я их даже после игры когда они подошли к нам поблагодарить позвал еще поближе до сказав им речь чтобы девчонки не расстраивались они вот реально бьются за ром лучше чем футболисты там мужского спартака женский футбольный клуб спартак вам респект вы большие молодцы но вас будет поддерживать дальше респект классная история в лужниках было на этом небольшом стадионе спортивный городок да называется рогбинное дерби рогбинный спартак против рогбинного цска у коней значит было там грандиозная программа до перед матчем что включали в очередной раз короче забились забили все трибуны очень большая трибуна была активных фанатов наши понравилось то что ребята подготовили футболки красного цвета и белого да и раздали всем и реглистом и трибуне да и три трибуна была поддельно белые красные да очень смотрелась классно колоритно контраст надо по ну шизе тут что можно сказать там ребята в телеграме уже видели но из-за того что это был такой уличный уличная такая трибунка без какой-то крыши голос уходил куда-то непонятно куда было действительно очень плохо слышно но временами ребята выдавали очень хорошая она была плохо слышно не потому что плохо типа шизеля потому что но не знаю вот голосом просто разлетался короче в воздухе и не доходил до поля но вот коней пришло там в три раза меньше чем нас из большего да что можно отметить ну как ты сказал про жпк да также можно сказать про грибистов парни бьются за ром парни реально рубились на поле в первом тайме вытащили до матч и мы были в раздевалке собственно кадры вы сейчас можете еще раз увидеть второй тайм вышли не знаю получилось не собрались перенастроились или что-то в итоге этот матч мы проиграли довольно сильно ни одной попытки не занесли во втором тайме но при этом стоит отметить всех кто пришел откликнулся на призыв и поддержал пацанов им это безумно приятно главное что вы всей душой и сердцем за ролик который у вас находится как на футболках теперь к раменскому погнали вообще давай начнем сначала с того то что изначально вообще могло быть матча в раменском не быть потому что клуб как мы знаем находится на стадии то банкротства у них нет ни хрена денег да и перед началом второго круга чемпионата там даже была статья то что скорее всего матч вообще может не состояться потому что клуба там нету денег нет финансирования не в долгах как шелка ничего себе поэтому во первых все до последнего не знали будет ли она сама игра на стадионе и будет вообще как бы сатурн существовать но праздник в итоге подарили тем что сатурн пока что остался и то что вы сейчас уже видели на нашем youtube канале в нашем влоге мы еще раз проговорим и более детально разберем этот матч раменская 20-24 так я назову ребята изнутри решили готовить performance там наверно за две недели до придумали идею классную реализовать и на том самом легендарном секторе до фанатском где было много всего до связано валютно с фанатизмом спартака и ожидалось большое количество людей собственно как и получилось да это люди там доходили в течение матча да там потихонечку доходили за того что были огромные очереди но это мы сейчас об этом тоже расскажем так вот ребята взяли за идею четыре составляющих ромб поросенок кабан кабан и такой смайлик огненный смайл до реализация рискну как прорисовали растяжка спартак ультраз все круто но единственное что если бы еще люди бы внизу бы не находились бы да все бы зашли бы на трибуну было бы смотрелось бы очень четко во влоге мы вам показали до кадра рисования ребята рассказали как это все происходило в общем то это заслуживает отдельного лайка сто процентов это заслуживает комментария и на ребят обязательно подпишитесь и нам канале сделали крутую историю которая ну запомнится на долге многим надолго запомнится ну все старичкам то в новом поколении болельщиков которые сейчас нам подтягивали на трибуны которые вовлекаются фанатизм как ну старые городов давайте просто посмотрим чуть-чуть еще раз эти кадры собственно собака собакой до давненько такого кайфа я не испытывал просто да то есть это просто мясной вагон в прямом вообще смысле этого слова тотальном блин особенно знаешь там читая после футбола всякие там паблики аля там жуковская раменская там послушано равенская что такие там просто такую ахинею пиши да там ехали бы гланы на электричке выбрасывали бутылки из вагонов кому-то там повредили ноги уже за бред такого не было ну вот такого не ехали в этом же блин поезде все одном вагоне есть мусор убрали за собой то есть на минуточку да когда такое вообще было чтобы в собаках убирали мусору вот это всем более за собой фанатье альо конечно пламбе сработал вышли все аккуратненько собрались пошли на стадион с песнями с плясками никому не мешали стоит еще отметить она что легкую помощь сотрудников правопорядка да что большое спасибо ну да скажем спасибо потому что дам мы уже подходили и нас становилось все больше больше дорога сменусь меньше для для нас для пешеходов да собственно ребята пошли на помощь скальдать и мы сейчас дорогу перекроем а вы спокойненько там 100 метров отрезок пройдете и там уже там возле этих кабаков магазинов там уже встаньте там уже вы никому мешать не будете поэтому это на самом деле очень классная была история что вот так вот откликнулись помогли не стали вставлять палки в колеса да ну реально получился праздник праздник футбола праздник до футбола праздник на футболе собственно все постояли размялись чуть-чуть да кто чем потом все пошли на футбол из минусов ну как обычно что вологде что здесь огромная очередь на вход да во первых за полторы тысячи человек выездных болельщиков через один ход и за час до игры но это бред это бред очень мы просто наши 2 2 входа работал здесь 2 до турникета так называемых но люди доходили на 40 минуте только на футбол поэтому это такой жирный минус это очень жирный минус да но в целом все кто надо все зашли из плюсов опять таки соленки полиции ничего не мешали не нагнетали обстановку то есть вот именно получилось все согласовать во первых все перформансы опять же как я знаю были там колебания сотрудников полиции что они там до последнего не хотели да но опять же работникам клуба большой респект что помогли пробить скажем так перформанс на трибуну каждый кто был на трибуне выложился я считаю на сто процентов вообще без вариантов просто раменская мы закругляем жирная пятерка я считаю ты спорить не будешь и абсолютно нет я полностью согласен отработали все вот на сто процентов меня как будто отбросила слушай она показывает во первых то то что фанатизм жив да мы живы да мы функционируем мы в топе мы были есть и будем да поэтому всем респект раму закрываем еще раз подытожим классный перформанс классный выезд на собаки так называемый выезд классная трибуна атмосфера после матча да и в целом ну за исключением поражения 4 3 друзья могли спасибо нашим братишкам из компании теннис и бет которые снова с нами и радует вас разными эксклюзивными линиями в том числе например линия на то что квинси промис когда-нибудь сыграет за московский спартак еще раз по ссылке в закрепленном комментарии можете получить бонус до 20000 на первые три депозита поэтому спасибо теннисе и я уверен что эта история будет очень мощный и крутой дневник фаната теннис и бет смотрим выпуск дальше тот блок который мы вынесли сейчас отдельно момент соболевым да но я вам сейчас расскажу небольшую предысторию опять-таки да там дословно я судить не могу потому что есть две правда так когда назовем на два мнения первое после матча с динамо я подошел к соболевую и угораешь вообще или нет в смысле там по поводу перехода в зенит он такой типа блин а чё чё там на самом деле там короче типа ли я не я корова не моя начало да и там разговоре как бы было сказано так что якобы якобы под него берут нападающего вместо него да как правильно выразиться что мол ему намекнули что он играть не будет да на что типа пришло предложение от зенита он начал договариваться зенитом по условиям потом в зенит как бы объявил сумму трансфера спартак сказал что там за эти копейки мы продавать там серии не будем там давайте-ка вот такого типа такое трансферное предложение на что зенит как бы начал думать вся эта история встала и ну как бы за слов так понимаю соболева да что как бы у него была вынужденная мера перехода там еще был макс да там наш товарищ стоял с нами общался как бы могли ну ты же про что есть история с дзюбы поняшу ты не воспитанник спартака понятно ну даже мы с тобой это обсуждали да и с ребятами тоже писали об этом что когда футболист он пришел до спартак понятно но как будто бы так так сказать стал типа свояком до фанатами общался общался ходил на вышку был капитан немаловажно снимался в роликах то есть всегда только один позитив там и матчах с конями как он да там но их типа ля так по спортивному там ненавидел да то есть показывал всегда свою заинтересованность как бы человек наш то есть ну да можно костей как бы да но даже условно если тебя просят как бы просят и говорят что играть не будешь да неужели если ты знаешь об этом всем что и вот зенит да и есть история там с дзюбы но есть же куча других команд в москве да например тот же локомотив сколько был случаев да там ну логомотив не такой раздражитель для даже возьми паршивлюка паршивлюк ну там зенам до другой ступор шлюк воспитанник он сразу обозначил на там из своей истории да там и с фанатами там встречался как бы вот такая немножко как же другая история но все же но это ладно уже дело как бы его и факт есть факт потом как бы я слышал другую сторону да со стороны уже клуба что была встреча опять-таки насколько да как бы я слышал была встреча с останковичем где соболева там чуть ли не представили лидером команды на что соболев озвучил что как бы у него там уже мысли об уходе в зенит уже были передать и по да но якобы и что как бы вы меня сильно не рассчитываете и когда эта история происходит естественно клуб начинает думать зачем он такой футболист если человек не заинтересован и не хочет находиться в этом коллективе значит на хер он на хер он нужен правильно согласен правильную клуб вправе выставлять трансфер там 10 миллионов да там за него 12 это же клуб решает после игры в оренбурге об этом писал к карпу себя собственно новость тоже я и услышал что соболев озвучил такую мысль что якобы у меня уже ну типа нет желания играть за спартак да за спартак было за что статья статью же выкинули дает что якобы у него там уже мысли совсем о другом о переходе и как бы там нет исполнителей нормальных которые там могут на него там выдать передачу так скажем под голевые действия и в целом как бы да что-то его короче не устраивает поэтому потом все прям дословно рассказывать не буду но смысл такой есть две стороны медали до 1 это со стороны соболева что якобы чуть ли из-за того что клуб да там его там выпроводил он начал договариваться потом типа клуб встал в позу и по сумме трансфера со стороны там это поняла клуба да там и людей знающих обстановку он пошел первый общаться зенитом и уже когда это да тема вся сплыла да то есть уже поступило предложение о трансфере чем эта история закончится я не знаю вы напишите в комментариях вообще ваше мнение и вообще нужен ли в принципе сейчас нужно было очень отстроили тренировок тоже не просто так потому что есть же спортивный директор там этот амарал до который ну тоже там принимает решение по спортивному блоку в команде я думаю что здесь ну если бы было бы все так идеально да как сказал саша да там то наверное бы таких санкций бы не последовало видимо действительно эти новости которые мы получаем что он там уже мыслими не спартаке там это не то это не так там зенита пошел договориться наверное клуб публично решил его ну наказать до загасить наказать окно трансферно закрывается в конце августа до 30 августа так понимаю что соболев играть не будет тренироваться основу он не будет и самое угарное будет да так так назовем что если он не перейдет не просто но осядет это на самом деле друзья такая история на заметку но многим до футболистам которые вот так вот бесценностно относятся да ну к нашей команде не гри там про другие клубы то есть таких случаев было достаточно и сейчас это показать такой что какие-то свои амбиции да там но желание за перейти впереди общего да и спартак ну не знаю насколько сильно он потеряет до часа по ходу соболе взялись нападающего уголь да там наконец-то забил на то не знаем уже за этот заиграет но ситуация по соболе такая мы обещали рассказать вот есть какие-то две такие позиции хочется почитать ваше мнение и в целом когда эта история закончится она закончится 30 августа да ну и сам уже в принципе будет все по я будет все понятно и правда на чей стране да если у соболева есть написать рассказать у него есть у телеграм-канал где он может об этом написать и в целом он хотел провести даже некую был предложен какую-то некую встречу с активом болезнь спартака чтобы но он со своих слов рассказал как это но почему-то и до сих пор не было сделано ситуация подвисла и мне лично но мне обидно за эту историю потому что но как бы я ему поверил да в свое время то есть мы все дай ему поверили так немножко даже прониклись к и вот это шальной истории да как как он исполнял на поле там на трибунах с нами вообще не классный парень но опять-таки свой в доску был до зенит забирает предлагает тем самым наверно где-то подставляя до людей и эта история но она вот выносится вам на обсуждение вы напишите в комментариях а мы будем ждать развязки этой ситуации поэтому что сказать жизнь идет дальше спартак на этом не остановится как раз звонит соболев ультрас новость стандартная такая история большой список которые нам стоит что проговорить показать ребятам что происходило начнем с памятных событий памятных событий давали начну до первое что мы хотели осветить это каждый год с ребятами восстанавливаем граффити памяти юри волка в его родном дворе где он жил где жили его родители сестра вот и даже вот в этот раз я попри на нем по присутствовал как и в первые да там разные и знаешь что самое прин понравилось то что люди кто живет в этом дворе они верт о ребят вы опять здесь типа молодцы что помните это так круто то что вы не забываете вашего там товарища да там соратника и вам только большой респект и уважуха и парням все кто был задействован в этом деле я считаю огромный респект пока помним мы памяти человеке будет жива всегда граффити юри волкову тут нечего больше говорить всем спасибо что помните юру еще памятное событие граффити льву лев юрьевич нашего симонов как сказать дед да наш дед несносный самый наверно возрастной наш идейный соратник был идейный вдохновитель банды льва до рождения он пережил трагедию на матче спартак харли начал из-за и заходить на футбол обратно только из своего сына чтобы привести его на трибуну чтобы он проникся атмосферы человек пересилил себя вернулся на трибуну с двойным азарта всегда участвовал а все события и альве можно вспомнить только искренне веселые позитивные истории точно четыре года назад до него остановилась нам очень сильно не хватает его запала огня в глазах энтузиазма его вот пробивного вот этого характера он за собой тянул постоянно множество региональных объединений помогал где-то ребятам с билетами давал какие-то из свои там наставления плюс у них же как раз конект еще с ювентусом via фиадельфия просто легендарный мужик и дядька был сумасшедший вот четыре года назад он был на пробежке до становилась занимался спортом не пил не дурья не пил не курил во всех подлинных кроссах от фанатика участвовал играл футбол в общем золотой человек к сожалению его сердце остановилось и четыре года уже прошло в равенском также была небольшая растяжка до посвященная ему в общем все кто помнит все кто был с ним знаком помените еще раз и добрым словом добрым словом как говорится также на днях нашему другу ваня гилдеру могло бы исполниться 34 года 2 2 года назад ваня умер также ребята почти ли его память каждый уже так получается второй год подряд да и баннер да есть который на турнирах до вешается в общем его не был таким же замечательным человеком который он обычно был простым парнем я мне же даже повелось какое-то время с ним во фра 3 shop поработать и я тебе скажу это были просто незабываемые дни там когда мы с ним могли после работы и пригубить и он тоже рассказывал какие-то офигительные истории также он был по уши ввязан движуху всем всячески всегда помогал был в доску своим человеком и он никогда никому из своей братвы не отказывал в помощи он играется мог остаться без штанов но другу от своему поможет за что вот ему был всегда реально тотальный диспет в общем такие да ребята истории которых нужно говорить нужно вспоминать и всем кто помнит ребят всем огромное спасибо самое главное парни берегите себя берегите свое здоровье и как говорится великие всегда умирают слишком рано это верно ты мне на что расскажи все видели опять-таки да мы упоминаем в наших дайджестах наши дружественные каналы of news и но понайди которые в режиме онлайн надо постоянно выкладывают какие-то истории была стена гладиаторов которые сейчас чуть-чуть подогрева до стена возле москвы сити там тронуло вот эта вся история сейчас как это чума произошла на таганке в центре москвы просто я щел даже не подулку то угара еще происходят за меньше чем за сутки три сколько четыре раза там все это друга перебивали но никто никого не перебил прямом смысле потому что это все в центре москвы происходит и все прекрасно понимаю как будто бы конец сейчас остался за конями до которых рена нет конец остался за мясо расскажи мне давай расскажем всем нашим людям что было вообще по подруге короче типа вся ситуация была в чем да там парни из 7 до увидели кусок цска в центре как-то москвы оперативно его перебили проходит энное количество прям минимальное время их перебивает зенит потом их перебивают дальше обратно кони и потом кони значит у них взрывается пердак они собирают в центре города блять 40 человек перебивают эту стену там в 10 раз блять больше играть типа мясо блять вы где ну камон ребятки кто головой-то блять думать кто будет с вами в центре драться блин а при куче камера лоооо дальше что было после того когда кони сфоткались все типа основа не сделали пафосный видос как они там где-то идут там через какие-то дворы там туда я понимаю к месту сбора чем мясо мясо перебил и потом нет сейчас там просто баф а все ну чё ты хочешь центр блин там абсолютно чисто серая стена понятно ну короче в любом случае крутая история такая около футбольная около граффити она есть и слава богу что люди все-таки находят время заниматься вот этой вот граффити культуры да и как-то радует зрителей радует подписчиков это еще раз опять же показывает что что наши оппоненты что там мы все говорится живы все в обойме когда-нибудь может быть в ближайшем будущем мы где-то снова встретимся это будет на что по братске и по традиции спасибо нашим друзьям из компании кибер протекторы поддерживают нас в наших начинаниях помогают нам с разными поездками и в целом сохраняют наши данные если вам интересно сохранить ваши данные оставить их в безопасности переходим по ссылке в описании к этому видео знакомься с ребятами и обращаемся к ним чтобы ваши данные остались в сохранности кибер протеке книг фаната спасибо смотрим выпуск дальше проговорим эту историю про фанайди не так давно один политик там написал сделал предложение отменить фанайди там его как-то чуть успокоить и так далее потом парни из испанела написали огромный пост что типа мы готовы взять всю безопасность трибун на матчах рпл под свой контроль ребята там репостили эту типа новость как будто бы то надо те увидели но дальше тема не пошла потом опять один политик говорит да нормальная история нужно отменять фанайди опять люди такие все ну вот да наверное же это вот наш шанс типа и фанайди отменят честно как бы мне не было больно это говорить вряд ли фанайди отменят в этом году вот как бы я не верил в эту историю но лед тронулся лед тронулся принципе да это тоже так думал ну типа интересная история другой стороны прикольно да что типа там ребята которые сейчас находятся да там в зоне с его предлагают какой-то компромисс на решение этой проблемы вы напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу я по-любому сейчас все там кто по найди оформил все там кто аля там за безопасность буду говорить да хрен вам никто ничего не отменит не радуйтесь ваше время ушло и все остальное прочее но надежда умирает последний смотри как я думаю какое развитие события да если сейчас дальше история пойдет на развитие да там не знаешь ли там остальные там движение да там фан паблики и прочие будут дальше что тему разгонять про фанайди почему не надо фанайди этот оставлять потому что но опять таки мы видели раменская где никто никого не провоцировал никто никому не мешал был праздник футбола было классно до лютой сейчас но объективно это вся беспредельщина которая была на футболе она давно уже отошла и опять же давай мы будем отталкиваться от статистики правонарушений много если там у нас люди есть грамотные они посмотрят по статистике да то что на матчах рпл с фанайди правонарушений стало больше да если там условно дальше на все будут эту историю гнать и они рассказывать лед наверно дальше еще до тронется и мы к чему-то придем в течение этого года сразу естественно никто ничего менять не будет вот за инициативу там ребятам респект за то что есть политики которые не боятся тоже об этом говорят тоже там молодцы где наверно за какие-то они конечно за свои интересно но мы повторюсь мы политику не лезем футбол вне политики да то есть у нас своя политика движухи на трибунов у нас там свои выборы все что на футболе да остается на футболе вот поэтому мы стараемся эту историю обходить а но напишите в комментариях что вы думаете вели у ли вы эти все заявления и вообще по вашему мнению как это все может быстро произойти что законов а найди будут чуть-чуть смягчать и какой-то компромисс среди всех будет достигнуть я очень хочу чтобы компромисс был достигнут мы все снова ходили на футбол и кайфов без каких-либо запретов и просто кайфована души фанат кто не свободный человек ну не преступник так скажем перед сезоном парни из ультры также отметились акции под название вперед спартак клеили наклейки до большие большие где люди обращали на это внимание люби спартак себе а не себя спертаке люби спартак себе а не себя в спартаке люби спартак себе а не себя спартаке сделали видео с напутствием в команде да ребята не только команде ну в целом болельщикам тоже сделали классную историю такую медийную который тоже везде разлетелась тем самого дав понять как мы с тобой любви что мы есть мы живы и мы будем жить да и будем поддерживать спартак мистер на все трудности который до возникает у нас в общем то кто видел поставьте лайк эти комментарии ребятам респект за то что не сидят на месте также для тех кто ненавидит медиа лигу занесли расскажем двух словах был в финал медиа лиги на конском стадионе активная трибуна как она называется трибуна них а это 50 типа кони там была трибуна фанатов брак boys это команда журналиста дима егорова на другой стороне сели фанат у дрот на тактике собрался этих болельщиков брак boys на трибуне коней по моему втором тайме был вывешен баннер ckg красный фону такой белыми буквами cg для фанатки коней опять таки об этом написали во всех пабликах кто-то к этому с юмором от него серьезно включил типа парня вот если бы кони бы играли такую тему сделали это типа круто в моем понимании слушай есть возможность почему бы не вашего нет ну не поржать да то есть как бы ну все поржали там кому-то не по нас кому-то понравилось прикольно в любом случае даже на типа на медиа лиги так родила полный стадион ребята воспользовались такой вот истории и ну показали всем вокруг что вот есть и трибуку он может быть загуглил и поняда что это такое такая легкая шалость до удалось сделай гадость на сердце радость за это респект тема до многих полюбившихся это граффити в городе было много событий про стену на таганке мы уже с тобой рассказали то можно отметить на про пройдете пунктами наверное погнали атмосферный свин мясо крутой надпись тоже на одной из высоток да там в городе у нас газель до беру за другая за другая газель но тоже класс надпись с таким текстом кидайте карту скинем вам на краску на то есть тоже к такой подъем была небольшой очень красавцы город красно-белый всегда приятно смотреть чем красно-белый может не радовать парня активно в городе g7 массовый перебив расскажи там как как что было да как слушай сейчас идет активно скажем так граффити культура все прекрасно знают наших опять же визави скопилось опять же очень много работ которые они перебили но и у парней скажем так бомбануло и они решили за раз тоже так массово накатать по определенным точкам у них очень круто получилось я считаю парня парни с g7 своими молодыми из вилайн с фирм до оперативно собрали команду и поехали покрасили город плюс crazy north у себя выкладывали то да 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 ребята тоже да ты отметились хорошими работами то что им тоже тотальный респект видики забомбили трафаретами город потом вот как трафареты перебили и видики снова перебили трафареты в правильную правильную надпись тульские у себя в городе просто тотальный им респектища всегда держит город правильных цветах и прошлись своим трафаретом их аббревиатурой твок по всему городу ни один раз прям сочно красочно у них получилось куча интересных мест парни вы красавчики класс делать также да свою классную тему и все то что мы говорим постоянно до город должен быть правильно цветов красно-белых если вы хотите помочь но не знаете как или стесняйтесь подойти на трибуне еще раз оставляем телеграм-канал витя телеграм-канал парней из ультры пишите ребятам кооперируйтесь если вы из какого-то даже региона мы вас постараемся связать с нашими региональными объединениями да и вы будете с ними работать в паре в общем-то за всю активность нашим пацанам респект вы поставьте лайк напишите комментарий как обороты эти работы все мы уже сейчас показали ну классно что живем работаем и развиваем развиваемся ответим три дня рождения хорошие тоже традиции наши дайджест начнем с какой вас более старше давай тогда василий геннадий нашего друга короля дорог вася исполнилось день рождения поздравляем еще раз вы все красоты что написали ему слова поддержки накидали ему клеверов клеверов подпишитесь на канал его в телевом канале азартный дневник вася немножко удоманит рассказывать про азартную жизнь и как обычно он говорит сюда никого не призываю вот ведь ставки это не способ заработка а способ легкого развлечения если у тебя есть такая возможность поэтому еще раз василий геннадий с днем рождения жмем руку когда-нибудь мы дождемся что вас снова в кадре появится уже надеюсь очень надеюсь пока только слова вася давай к нам давай возвращаясь тебя не хватает встречу чуть-чуть до воронеж 15 лет к бы воронеж снимали право из крупных региональных объединений которые держат марку на протяжении там всех своих 15 лет представляешь на таком скажем так относительно большом расстоянии от москвы просто мало армии вы реально очень топовые чуваки развитие вам создавались хорошо выпуска красно-белые регионы мы снимали про ребят может по подсказке посмотреть еще раз посмотрите изучите их а кто же это воронеже присоединяйтесь к ребятам с днем рождения и коллектив уры еще на 4 года молодой коллектив который существует тоже делает работа развивается тоже ребят поздравляем все ссылки на ребят оставим в описании поэтому кто в казани живет присоединяйтесь парня будут рада белая казань должна быть действительно красно-белый всех с днем рождения ну и в целом друзья ходите на футбол на спартак 2 ходить даже пока начнется хоккейный сезон ген и зона давайте будем вместе в красных цветах на секторе массово будем ходить на футбол и чтобы раменска это было только начало нашего большого пути которому мы чашли 1 за мы должны тут не остановиться мы должны еще выше стрельнуть чтобы было еще круче поэтому все на спартак 2 же фк регби хоккей и может быть а народную команду а мы свечком будем вам это все показывать ведь и будет заряжать вас на стадионах надеемся миша див тоже останется в москве и будет вместе с нами кайфовать я сейчас когда помогая если вы хотите чтобы мишу позвали на дайджест напишите тоже будет классно будем трындеть общаться и рассказывать вам о том что происходит красно-белым спасибо тебе большое спасибо до новых встреч